Столица продолжает свою работу международный IT-форум Digital Bridge. На этой площадке компания Samsung Electronics поделилась своими планами работы в Казахстане, а также подвела итоги ежегодного казахстанского конкурса Soul for Tomorrow. Эта программа создана в США и получила распространение в 23 странах мира. Отмечу, инициатива Samsung помогает будущим молодым лидерам развивать творческие навыки и нестандартно решать важные проблемы благодаря науке и технологиям. Samsung Electronics на рынке Казахстана больше четверти века предлагает не только свои инновационные решения и продукцию, но и вносит вклад в развитие IT-технологий. Представители компании на пленарной сессии форума, которая проходила с участием президента Токаева, отметили, что всецело поддерживают цифровые реформы страны. Наша задача – создать умные города для будущих поколений, применяя передовые технологии. Различные устройства будут мониторить и контролировать здоровье, а также предотвращать пандемии. В них мы также сможем свободно двигаться и быть продуктивными, несмотря на время или место. Также в рамках форума подвели итоги конкурса Samsung Soft Tomorrow. Он ориентирован на старшеклассников. Свои силы попытали больше 800 учеников со всего Казахстана. В течение 7 месяцев они разрабатывали свои проекты, направленные на решение социальных проблем. В этом году проведем участие – это 370 команд. Из них мы отобрали 40 самых потенциально сильных и интересных. Провели с ними трехмесячное обучение, научили дизайн мышлению, стартаперство. В финал мы отобрали самых сильных 10 команд. И вот вчера перед квалифицированным жюри они так называемо пичили свои проекты. Первое место заняла команда «Вирга» из Актоби. Они придумали устройство для защиты шахтеров от отравления вредными выбросами. Ребятам вручили гран-при 4 миллиона тенге. Все финалисты получили дипломы и ценные призы.